Спасибо, уважаемый Валентин Иванович, уважаемые коллеги. Несмотря на очередное обращение президента Владимира Путина, считаю, что принимаемые меры по предотвращению последствий от распространения коронавируса носят характер полумеры, который усугубляет и без того сложное положение в стране. Введенный режим самоизоляции предоставил исполнительной власти массу полномочий, но не возложил на нее никакой ответственности. Обещанные президентом сохранения работникам заработной платы в реальности обернулись отправкой их в неоплачиваемые отпуска. Загнав всех на самоизоляцию, власти предпочли не замечать, что две трети россиян вообще не имели никаких накоплений, то есть значительная часть из числа работников могут не дотянуть до следующей зарплаты, которую им гарантировали. В предпринимательской сфере происходит юридический коллапс. Под угрозой срыва многих контрактов отсутствует юридическая основа для приостановки их действий в рамках обстоятельства форс-мажора. Те деньги, что власти выделят на зарплаты, бизнес может получить лишь во второй половине мая, причем с довольно большим количеством условий, которые необходимо соблюсти. А до этого момента компаниям придется самим выплачивать заработные платы сотрудникам. По их мнению бизнесменов, платить им уже нечем. Кому нужна будет эта поддержка через месяц, непонятно. Миры запаздывают минимум на месяц. Сегодня нужно говорить не о поддержке бизнеса, а о его реанимации. Огония бизнеса будет просто продлеваться, все больше компаний будут умирать. Непонятно, какая связь между новым налогом и ДФЛ, 13% вводимым в 2021 году на доходы физических лиц от банковских вкладов и ситуации с коронавирусом. Для каких целей создан резервный фонд национального благосостояния России 3,7 трлн рублей? Как объясняет Центробанк России отказ воспользоваться им? Почему покупка пакета акций Сбербанка перед такого обосрения актуальнее? Спешно утвердили дополнение КААП и УК, связанное с штрафами из-за нарушения условий самоизоляции. Утверждается, что штрафы не являются карательной целью, но при этом регулярно отчитываются о составлении огромного количества протоколов, что не соответствует принципу справедливости.